На самом деле, тема моего доклада это достаточно прикладной аспект использования PD-L1 как биомаркера. И для того, чтобы его предварить, мне хотелось бы остановиться на паре клинических фундаментальных вопросов, потому что на самом деле, как и любой биомаркер, PD-L1 можно либо использовать, либо не использовать. И это определяется его чувствительностью и специфичностью, и это достаточно такой специфический топик для обсуждения. И в общем, я не очень уверен, что вот эти нюансы тестирования, они очень интересны в клинической аудитории, поэтому позволю себе подойти к этому немножко с другой стороны и попытаться обрисовать какую-то перспективу, потому что на самом деле PD-L1 это то, с чего история начинается, и мы совершенно не понимаем, чем она заканчивается. И для того, чтобы понять, в какую сторону всё движется, нам нужно ответить на вопрос, почему иммунотерапия сейчас начинает играть такую колоссальную роль, и почему следующую Нобелевскую премию как раз собираются давать за исследование механизмов иммунной толерантности и так далее. И мы даже чётко понимаем, что иммунотерапия, те подходы, которые есть сейчас, они основаны на знании физиологии Т-лимфоцитов в первую очередь. А там, допустим, не Б-лимфоцитов или антиген, презентирующий клеток, этих подходов очень мало. И у Т-лимфоцитов есть несколько черт. У них, конечно, есть уникальная специфичность и к очень широкому количеству антигенов. И достаточно быстрая адаптация к изменению антигенной структуры опухоли, то есть они способны эволюционировать вместе с ней, в то время как таргетная терапия, например, не обладает этим свойством, и когда появляются новые мутации резистентности, то старые таргеты перестают работать. И, конечно, это развитие иммунологической памяти. И вот даже при тех аутоиммунных ответах, которые на стиле ФО развиваются в огромном количестве, третьей-четвертой степени, при отмене терапии все равно клинический эффект сохраняется. И мы видим вот этот длинный хвост больных, которые живут 5-10 лет и так далее, чего абсолютно невозможно при других терапевтических модальностях. И это, в общем, приводит как к стойкому клиническому эффекту, так и, естественно, к улучшению общей выживаемости, как самый важный, так сказать, cut-off point, который мы можем оценивать эффективность терапии. И на самом деле, так сказать, Т-лимфоциты, они, в общем, подвержены, так сказать, воздействию двух факторов. Это какие-то активирующие молекулы, которые запускают их эффекторные функции, и молекулы ингибирующие, которые нужны для формирования отрицательной обратной связи, подавлению избыточной активации, аутоиммунных реакций и, так сказать, тому подобных явлений. И в настоящий момент, вот в коммерческом плане, так сказать, получены препараты к двум ингибиторам, потому что они имеют прямое отношение к способности опухоли противостоять иммунной атаке и также подавлять активность Т-лимфоцитов. В общем-то, эта схема, так сказать, уже подробно обсуждалась в предыдущем докладе, и она связана с тем, что эти две молекулы работают на совершенно разных этапах иммунного ответа, и, так сказать, нашей точкой интереса будет именно ось PD-L1, когда, так сказать, происходит уже эффекторный иммунный ответ, когда уже сформированы все, так сказать, специфические клоны Т-лимфоцитов против опухолевых неоантигенов, они инфильтрировали опухоль, то есть это, в общем, относится далеко не ко всем, не только типам рака или в целом опухолей, да, но и даже не ко всем, так сказать, пациентам, потому что у каких-то пациентов первая фаза не реализована, и, в общем-то, иммунный ответ против опухолевый цитотоксически не сформирован, но у целого ряда пациентов в процессе коэволюции опухоли с иммунной системой возникает так называемое утомление иммунной системы, когда она инфильтрирует опухоль, но не способна оказывать свои эффекторные функции. И это может быть как исходное состояние, например, в результате амплификации генов, вот этих вот ингибиторных молекул, таких как PD-L1, в лимфоме Ходчкина, когда амплификация большинству опухолей присуща, более 90%, и опухоль уже исходно имеет, так сказать, вот эту ингибирующую ось, так и может формироваться в процессе коэволюции опухоли с иммунной системой, так сказать, в результате там антажерон гамма запущенного пути и так далее, в результате деметилирования промоутера гена PD-L1, когда, так сказать, конститутативно опухоль приобретает эти свойства, и иммунная система не может реализовывать свои эффекторные функции. И вот на этом, так сказать, слайде из нашей лаборатории, я как раз хотел бы показать вот этот портрет иммунного утомления, да, когда мы видим, что коричневым помечены PD-L-позитивные опухолевые клетки, они густо инфильтрированы CD8-позитивными, это красное, эффекторными Т-лимфоцитами, которые абсолютно не могут реализовать свой токсический потенциал, вы не видите здесь ни очагов некрозы, ни апоптотических клеток, ничего, то есть никакой секреции цитотоксических молекул не происходит, в то время как противоопухолевый иммунный ответ, так сказать, он дошел практически до своей финальной фазы. И вот снять, так сказать, это иммунное утомление, это как раз задача иммунотерапии, анти-PD, анти-PD-L1, и, так сказать, наша задача попытаться предоставить клиницистам какие-то предикторные факторы, которые бы показывали, у каких больных это будет работать, а у каких нет. И, в общем-то, на современном этапе дело все свелось к тому, что к PD-L1, это к рецептору на Т-лимфоцитах эффекторных, каких-то вменяемых антител пока что для инвитродиагностики не существует, которые обладали бы приемлемой для клинической практики чувствительностью и специфичностью, в то время как для PD-L1 такие антитела существуют в настоящий момент. И, в общем-то, для обоих классов лекарств, что анти-PD, что анти-PD-L1, можно использовать одну и ту же молекулу, можно использовать уровень экспрессии PD-L1 для, так сказать, хоть какого-то предсказания клинического ответа. Но на самом деле, конечно, проблемы возникли с самого начала, и какой бы тест мы не выбрали, какой бы, так сказать, чувствительности не был он именно в отношении, так сказать, определения уровня экспрессии PD-L1, и даже более того, какой бы порог позитивности мы не выбрали, все равно, так сказать, у этого теста есть огромные проблемы с чувствительной специфичностью. Потому что, с одной стороны, если мы, так сказать, возьмем больных, у которых крайне высокая крайняя линия на этой графике, уровень экспрессии PD-L1 в опухоли, речь идет, конечно, о немелкоклеточном раке легкого, да, потому что КНОТ-1 был посвящен именно этому вопросу, без разделения на плоскоклеточный рак и аденокарциному, то мы увидим, так сказать, что, конечно, так сказать, response rate, да, по критериям resist всего 45%, это, в общем, не очень, так сказать, конечно, адекватный для иммунотерапии параметр, медианы выживаемости не достигнута, но в целом, так сказать, среди пациентов, у которых очень высокий уровень экспрессии PD-L1 на опухоли, отвечает не больше 70%, но там максимум, так сказать, для некоторых нозологий 80%. Лимфома Ходжкина – это лидер, так сказать, по экспрессии PD-L1, там 86% опухоли отвечает на эту терапию, да, и даже, так сказать, вот несмотря на амплификацию гена PD-L1, несмотря на его гиперэкспрессию, часть лимфом Ходжкина не отвечает на эту терапию. То есть, так сказать, как бы чувствить специфичность этого теста, она не идеальна, но и чувствительность его тоже не идеальна, потому что если мы возьмем, как котов, так сказать, 50% опухолевых клеток, то там порядка 20% опухолей, которые будут ниже этого порога, они будут чувствительны к этой терапии. А если мы возьмем, так сказать, как порог чувствительности 1%, то около 8% опухолей ниже этого порога, то есть те, в которых нет видимой экспрессии ни в опухоли, ни в опухоли инфильтрирующих лимфоцитов PD-L1, все равно будут чувствительны к анти-PD иммунотерапии. И на самом деле вот это вот очень большая проблема, которую мы всегда должны, так сказать, иметь в виду, когда мы занимаемся вот этой вот диагностикой, фармакодиагностикой, потому что какой бы тест в рамках иммуногистохимического исследования с каким бы дизайном мы не сделали, у нас все равно будет достаточно большое количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов. И поэтому на самом деле, конечно, так сказать, будущее будет за тем, что нам нужны будут какие-то дополнительные тесты для того, чтобы даже когда мы ставим процент позитивности 1%, вот эти вот 8-10% больных, которые у PD-L1 негативных, так сказать, опухолей, да, будут все равно отвечать на эту терапию и их, так сказать, перевести в группу пациентов, которые будут получать это лечение. И вот эта история, она, так сказать, характерна не только рака легкого, о котором, так сказать, мы говорили на предыдущем слайде. Если вы посмотрите во всех исследованиях и по меланоме, и по, так сказать, опухолям головы и шеи, и опухолям мочевого пузыря, если мы будем брать не селектированную группу, то вы видите, где-то 20-30% больных отвечают на эту терапию. Если вы будете брать селектированную группу, то, в общем, это увеличивается там до 50-60%, но вот в лимфоме Ходжкина до 86%. Но при этом все равно в PD-L1 негативной группе, какой бы процент позитивности и какой бы тест вы не взяли, все равно будет оставаться достаточная доля больных, которая, так сказать, не упадет, в общем, ниже 10%, и которая все равно, так сказать, будет иметь эффект на эту терапию. И, конечно, в этой ситуации для нас очень принципиально понимать, а что такое вот те тесты, которые мы имеем в своем распоряжении, а что они из себя представляют. И FDA, так сказать, в этом году ввело, в общем, новую терминологию для обозначения биомаркеров, потому что на самом деле есть то, что было всегда, компания «Ндиагностик», да, это как, так сказать, вот герцептест для, так сказать, герцептина, для рака молочной железы, и, в общем, он обязателен. И для, так сказать, PD-L1 определение для, так сказать, препарата пембролизумаб, это тоже, в общем, необходимый тест. Но с другой стороны, так сказать, был введен термин, дополняющий комплементарий диагностик. Эта терапия, она не обязательная, но она помогает оценить выгоду и риск применения соответствующих препаратов у конкретного больного. И практически для всех остальных анти-PD и PD-L1 препаратов иммуногистохимический тест является именно дополнительной диагностикой. То есть, с одной стороны, он помогает, так сказать, очертить ту группу, у которых с высокой долей вероятности это будет работать, и ту группу, у которой с высокой долей вероятности это работать не будет, но он, так сказать, не позволяет полностью стратифицировать больных на тех, кто ответит на эту терапию и кто не ответит. Поэтому на самом деле вот эти тесты, они очень существенно отличаются от всего того, с чем мы имели дело до этого, например, от определения мутации гена ИДЖФР или АЛК, когда, в общем, чувствительность и специфичность теста была значительно выше, и он был именно сопровождающей диагностикой по своей сути. А определение такого транзиторного функционального маркера, как PD-L1, для большинства опухолей – это дополняющая диагностика. И надо четко, в общем, отдавать себе в этом отчет. И, в общем-то, конечно, здесь очень важно, чем мы тестируем вот эту свою, так сказать, дополнительную диагностику. Потому что от качества теста, так сказать, будет зависеть количество ложноположительных и отрицательных результатов. И от того, насколько этот тест не только аналитически валиден, насколько он клинически валиден. Это вот принципиальная вещь. И таких тестов в настоящий момент существует всего лишь три. Один из них, так сказать, и самый первый, в общем, появился как раз для пембролизумаба, для определения, так сказать, потенциальной чувствительности к нему. Это тест с антителами клона 22C3, так сказать. Он, в общем, производится в компании Дака, и это законченный, завершенный тест, в который практически исследователь не может внести никаких изменений технических по его выполнению, что очень хорошо. Потому что каждый процент, фактически, да, как вы должны были понять, позитивных или негативных больных, так сказать, достаточно существенно сдвигает, в общем, так сказать, эффективность препарата. И здесь, чем жестче тест, чем жестче условия, чем больше, так сказать, как компании он зажат вот в рамки по его исполнению, тем лучше. И, в общем-то, конечно, большая проблема делать это тестирование домашними тестами, да, вот, которые в основном сейчас производятся в России, в том числе и нашей лаборатории. Конечно, все мы нуждаемся в регистрации в России вот этих вот FDA-рекомендованных тестов для вот этой дополнительной диагностики. Тестов этих, так сказать, вообще суммарно разработано по-настоящему четыре, из них, так сказать, FDA-рекомендовано пока три, но один проходит в стадии регистрации. И вы видите достаточно неприятную для нас картину, потому что мало того, что они сделаны для разных платформ, два для DAC и два для Винтаны, причем это устаревшая даковская платформа, которая, в общем, сейчас меняется на новую, а для нее клиническая валидизация тестов не проведена, и это замедляет внедрение перевода его на более современную платформу. И вы видите, так сказать, совершенно разные клоны, даже для каждой платформы, для разных препаратов это разные клоны, и вы видите разные критерии оценки, хотя большинство людей приходит к тому, что подель позитивной опухоли, это когда позитивность более чем 1% в опухолевых клетках, но вот для этого теста, например, в опухолевых клетках или в опухоле инфильтрирующих лимфоцитах, и это, так сказать, по идее сначала порождает некий шок, и возникает вопрос, а если у вас, так сказать, материал тестирован другим, так сказать, тестом, можно ли применять лекарства иного производителя, да, на этом оттестированном материале. И для этого, так сказать, 2 года назад, если не ошибаюсь, FDA запустила программу Blueprint для того, чтобы, так сказать, ответить на этот вопрос, а насколько в отношении хотя бы не мелкоклеточного рака лёгкого вот эти вот 4 теста соотносятся друг с другом. И если взять, так сказать, патологов, которые не специально проходили какое-то обучение, и каждый из которых специализировался на оценке только одного теста, и дать им возможность оценить процент позитивных опухолевых клеток на некоторой выбранной когорте больных, то выясняется к нашему огромному удовольствию, что как минимум 3 теста из этой когорты, то есть 2 DAC-овских, да, и 1 Вентановский СП-263 по проценту позитивных опухолевых клеток, а именно этот критерий оценивается в большинстве тестов, дают практически одинаковый результат. И только клон СП-142, да, для одного из Вентановских тестов, для Рошевского антитела терапевтического Атезолизумаб, он дает, так сказать, несколько иной результат, у него меньшая чувствительность по проценту позитивных клеток, но ведь для Атезолизумаба мы учитываем и лимфоидный инфильтрат, и если его добавить, то он в принципе приближается к этой кривой. Поэтому на самом деле, хотя этот вывод еще не сделан, но судя по всему, так сказать, эти платформы очень близки друг к другу, и в общем-то это видно даже здесь, что если мы возьмем родные критерии оценки, то в 63% случаев тесты дадут одинаковый результат с точки зрения позитивной опухоли для лекарства или негативной. Но если мы, так сказать, для всех тестов возьмем порог позитивности 1%, то сходимость результатов уже будет больше 80%. Конечно, остаются, так сказать, различия для результатов этих тестов, поэтому в настоящем... Уважаемый спикер, уже давно нужно остановиться. Последний слайд. Так сказать, что в общем предварительные исследования не могут изменить пока текущие рекомендации, но в общем-то на самом деле надежда есть. И в заключении мне хотелось бы сказать, что, к сожалению, так сказать, вот PD-L1 из-за низкой чувствительности специфичности это только начало истории, что к этому все равно будет добавляться еще тест с мутационной нагрузкой и вирусной антигены, потому что далеко не во всех опухолях, так сказать, уровень экспрессии PD-L1, что в опухолевых клетках, что в опухоле инфильтрирующих лимфоцитах коррелирует с ответом на терапию. Для многих опухолей этих корреляций в настоящее время нет. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...